У нас опять исследование 2022 года, будем переводить, у нас non-alcoholic fatty liver disease, это типа когда печень обрастает жиром, представляет тревогу людям, люди тревожатся по этому поводу. Нифига себе, вот эта ожиревшая печень среди европейцев, это от 20 до 40% европейцев имеют ожиревшую печень, ожерелье, но это как бы можно быть худым с ожиревшей печенью, но это вообще, конечно, высокие цифры. И, короче, они вообще модели компьютерные говорят им, что это будет расти. Типа, так как это связано, ну, как бы ассоциируется с диабетом и всякими другими метаболическими проблемами жира, перевариваем, 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 переварением жира. И так как они планируют, что, блядь, люди будут жирнее и жирнее становиться, с большим диабетом и с большим количеством жира в крови, именно в крови, дислипидимия, это не значит, что человек тяжелый, это значит, что у него в крови просто, блядь, плавает жир, который, как бы, там не велкам. И так как это будет расти, они думают, и, как бы, по ассоциации, по идее, жирная печень тоже будет расти среди, ну, как бы, больший процент людей будет иметь. Короче, те, у кого жирная печень дохнет раньше, в принципе, и особенно из-за проблем с сердцем и проблем с печенью, в принципе, неудивительно, раз она жирная у них печень слишком. Ну, вообще, как бы, там, не знаю, по-моему, не должно быть жира в печени. А тут, как бы, как бы, потому, наверное, и болезнь, что там конкретно жир растет. Ладно. Hence, it is important to identify and validate tools that predict hard outcomes such as mortality for use in clinical practice. Типа предложение можно вырезать. Nuffled is characterized by excessive hepatic fat accumulation defined by the presence of steatosis in more than 5% of hepatocytes. Nuffled, жирная печень, это значит, когда слишком много жира набирается в печени. Ну, это тупо дословно, что они написали. Жирная печень, это когда жир растет, много жира растет в печени. Как бы, да вы чё? Мы это, как бы, в названии разобрали. Ну, и потом они пишут. Defined by the presence of steatosis. И вот эту хуйню надо мне посмотреть, что это такое. Defined, control V. Steatosis. Steatosis – это infiltration of liver cells with fat associated with disturbances. Disturbance of the metabolism by, for example. О, это кротистосис. Это такое явление, когда жир, жирная, жирная, как бы, субстанция вламывается в клетки печени. Ну, как бы, в тюремном жаргоне написано так. Я, походу, только на тюремный жаргон могу переводить. Ладно. Вот. И у нас тут они пишут, что жирная печень – это когда жир растет в печени, что мы, в принципе, поняли. И особенности этого – это когда стетосис, когда жир вламывается в больше, чем в 5% клеток печени. Вот так. Вот этот naffled – это болезнь, когда в больше, чем 5% клеток печени въебывается жир, который, как бы, не должен расти в клетках печени. Потому что, опять же, печень – это не жирная масса. Есть жирные клетки, которые тупо растят жир. Вот есть жирные клетки. А здесь у нас печень. Она не должна расти в жир. This can be ascertained histologically by liver biopsy or radiologically, including by magnetic resonance imaging MRI. MRI. Or proton magnetic resonance spectroscopy. Проситопс. Вот. И они пишут, что это можно разузнать, ну, увидеть. Жир, который растет в клетке печени. Можно увидеть, используя магнитную радиацию. Ну, не радиацию. Магнитную магнитом. Короче, и просто встать рядом с магнитом. Это можно увидеть, если встать рядом с магнитом. Или если встать рядом с этим ускорителем частиц. Как этот есть коллайдер. А, рядом с коллайдером. Вот. Протон. Протон magnetic resonance. Можно узнать, если растут жиры в клетках. Если встать рядом с магнитом. MRI. Или рядом с коллайдером. Протон. Спектроскопы. Ну, короче. Ну, вы поняли. Мой смысл. Ну, короче. «Наш» или «Нафл». «Нафл» или «Наш». Короче, здесь сказано, что «Нафлд», жирная печень, это является как бы результатом разных-разных болезней. От «Нафлд» до «Наш». «Нафлд» это когда человек не пьет, алкоголь, как бы не связан с алкоголем, просто печень, блять, решила расти жир. Она заебалась. Как бы делать то, что делала, и решила, посмотрела на ютюбе, как расти жир, и начала расти жир. Вот это «Нафл». Или до, ну, как бы по всяким разным другим болезням, до «Наш». «Наш» это... Это не печень, которая... «Нахуй она решила расти жир». «Наш» это... Посмотрим. «Нафлд» 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 и начала расти жир дома. Это, как бы, олигарх нанял кучу людей и построил фермы жира, продвинутые на «Нафл». Ну, так написано «Нафл». Как бы на ютюбе посмотрел, и начал расти жир. И «Наш». Это, как бы, на большом этом... Размере, так сказать. Продвинутые. Продвинутые «Нафл». «Наш» includes liver fibrosis, cirrhosis, enhypatocellular carcinoma. Вот. Ну, вот «Наш» это который в ахуе. Он это уже считает... Тут написано «Это включает в себя рак, ёбаный, цирроз печени и фиброз». Ну, короче, как бы... Высшая лига. Высшая лига. «Which carries a significantly worse clinic prognosis». Это значит, что «Наш» это как бы хуёво. Что риск смерти очень высок. «Liver biopsy is the gold standard for histological assessment of Nafld». Блядь, про «Наш» не закончили говорить, а тут уже Nafld нам пихают. Этого ютюбера. Написано, что Nafld можно... Ну, обычно видят Nafld, Nafld? А при чём Nafld? Nafld даже не было. Был Nafld. Был Nafld, стал Nafld. А что такое Nafld? А, это у нас жирная печень. А, это в общем. Всё, поняли. Жирную печень рассматривают... Ну, главный тест, чтобы человеку сказать, у тебя, парень, печень жирная, это histology, это biopsy. Это значит, ему берут и просто вырезают кусочек печени. Ну, biopsy, так оно и есть. Биопsy, это вырезают... Говорят, парень, иди сюда. Чувак с ножом стоит и говорит, парень, иди сюда. Я тебе вырежу кусочек печени. Вот это тест, чтобы посмотреть. Потом вот вырезают кусок печени, маленький, очень маленький кусочек печени, вырезают и смотрят на него под микроскопом. Просто обратно уже не отдают, к сожалению. Смотрят под микроскопом и не знаю, куда ставят. Музей какой-то, походу, потому что обратно этот экземпляр они отдают никогда. Вот. Фибросис quantified by liver biopsy has been validated as being an important prognostic feature of disease-related outcomes and mortality. Короче, вот, блядь, вырезал, посмотрел под микроскопом и уровень, насколько вот этот экземпляр имеет фибросис, это и фибросис, сразу скажем, что такое фибросис. Фибросис это, это, когда, вот, к примеру, вот, вырезал кусок, да, чтобы вырезать кусок печени, нужно вырезать, как бы, прорезать кожу. И когда кожа эта срастается, вот этот, как его, хрень, это фибросис, так сказать, кожи. Ну, фибросис кожи, это, считай, где, вот этот прорез был кожи, и вот она заросла, и она неровность, вот эта неровность, это фибросис. Это, как бы, вот. И вот, как бы, если там какой-то урон приносится печени, она страдает и получает конкретно физический урон, и потом она, как бы, пытается зарасти, как кожа, она кончает, кончает фибросисом. И вот, когда смотришь под микроскопом эту печень, которую вырезали у первеного парня, если там вот этот фибросис, и сколько это мы от фибросиса, это имеет очень важную, как сказать, функцию в том, скажет, что скажут этому парню, типа, тебе пизда или как бы, у тебя нету фибросиса, извини, извини, что мы тебя вырезали, вырезали кусок печени, мы там фибросиса не увидели, и в принципе вырезать было не обязательно походу, потому что у тебя все спокойно. Сорян. Возвращайся, возвращайся еще. А, еще с тебя 2000 баксов. твой кусок печени не покроет то, что, блядь, резали тебя на похуй. Ладно. Не, вообще, ну ладно. Идем дальше. However, liver biopsy has well established limitations. Тут пишет. Но, к сожалению, вырезка печени, вырезка части печени имеет какие-то имеют минусы. Вот написано. Имеет минусы. Посмотрим, какие минусы имеет вырезка кусочка печени. Including its risk and ability включая, включая, дальше переводим, включая свои риски и количество, количество, которое, как сказать, допустимое количество вырезки. ну да, блин, ну сколько можно вырезать. Не, ну, тупо написали. Включая риски и возможность вырезки. Возможности, сколько можно вырезать. Availability. making it less than I do. И вот эти ограничения, то, что там ограничения по вырезке и риске другие, делают это менее, чем идеальным. Как сказать? Ну вот, и ideal, идеально. Making it это делает менее идеальным, менее чем идеальным. Дословный перевод это делает этот метод менее чем идеальным как бы приспособлением для общества. Капец. Это комедия. Переводить переводить вот эту хрень это комедия. Вырезать печень это менее чем идеальный способ для общества. And repeated use in clinical practice and clinical research. И повторительный 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 как сказать вырезка печени. Ну вот он пришел парень, ему вырезали кусочек печени. Сказали сорян брат, иди домой. И ему опять нужно ебошить через год обратно, чтобы еще раз вырезать печень, чтобы проверили все ли нормально до сих пор. И вот они говорят, что это repeated. Ну, один после второго, после третьего раза как бы это как бы невозможно продолжать так дальше. И потому это как бы ограничение, то что это нельзя все время заделать тест. интернашн гадлайн рекоменд the use of ultrasound non-invasive biomarkers and scoring system as reliable and valid tools to diagnose snuffled. Говорят типа мировые эти как сказать чудотворцы типа рекомендуют теперь этот ультрасаунд как сказать узи узи типа рекомендуют использовать узи и другие маркеры примеру эти ну какое у тебя качество крови например и это брать и как бы просто как сказать наугад делать угад использовать эти как сказать пример ну такие не отдаленные методы и просто их совмещать и наугад как-то по статистике делать какую-то тебе оценку у тебя блин оценка 5 или 4 и как бы использовать это вместо вырезки печени какое название вот этого исследования название исследования прогностик non-invasive biomarkers это типа использование других методов которые не включают себя в вырезку печени чтобы предсказывать и вот дальше мы читаем for all cause mortality in non-alcoholic fatty liver disease чтобы предсказывать смертность среди тех у кого жирная печень ну вот короче они смысл исследования это смотреть если какой какой вес вот этого узи и других к примеру качество крови в этой сфере предсказывать если у тебя проблемы брат вот и то что они решили conclusion это горят что использовать методы где не надо вырезать человеку печень особенно NFS что такое NFS NFS сейчас посмотрим что такое NFS а фибросис скор фибросис короче сколько фибросис а во короче использую качество крови они могут дать оценку человеку сколько они думают у него фибросиса в печени ну чисто по качеству крови там потому что это как бы урон приносится печени от этого части печени как бы начинают вылетают нахуй в кровь и начинают плавать в крови потому что печень ебанула по каким-то причинам вот и вот берут смотрят кровь и типа по качеству крови говорят какой там нахуй урон печени наносится и вот это вот NFS и вот они говорят что особенно вот этот NFS это очень хороший метод использовать этот NFS чтобы предсказывать парень тебе пизда тебе надо что-то делать или парень как бы забей иди дальше бухать и работать и учиться ну вот вот так написано что вот надо сдавать кровь и хуй ложить на вырезание печени эти знания из этого исследования которые там они как-то доказывают мы просто прочитали их заключение типа дают как бы направление докторам которые тоже хуй положено это исследование все равно будет дальше вырезать тебе печень но по факту что просто если тебе скажут давай тебе вырежем кусочек печени ты скажи идите нахуй просто скажите мне мой риск ну как бы насколько плохо дело по моей крови вот Продолжение следует...